Позиция Израиля и США плохо просчитана Позиция Израиля и США плохо просчитана Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов О событии, которого ждали 25 лет 2. Газета «Коммерсант» номер 211 от 18 ноября 2019 года Строение 6 В понедельник, 18 ноября, в Нью-Йорке по Дэй Гидеон Открывается конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны Свободной от оружия массового уничтожения Создать такую зону страны-члены договора о нераспространении ядерного оружия Дняу договорились еще в 1995 году Причем Россия, наряду с США и Великобританией тогда выступила гарантом этого решения США, однако, в открывающейся конференции участие не примут О том, почему Россия решила участвовать в этом мероприятии Глава российской делегации, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал корреспонденту «Твердый знак» Елене Черненко Каково значение открывающейся конференции? Она посвящена теме, которая играет очень важную роль в сфере нераспространения оружия массового уничтожения ОМ. Твердый знак. Причем эта тема выступает в качестве раздражителя и осложняет дискуссии по укреплению режима ядерного нераспространения Именно вокруг этой темы на сессиях подготовительного комитета и на обзорных конференциях Дняу разгораются дипломатические баталии Арабские страны, а их лидером по этой теме является Египет, вполне резонно говорят о том, что обязательства, принятые в 1995 году, не выполняются С этим не поспоришь Сколько бы ни ссылались другие страны на ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке и какие-то прочие предвходящие моменты, факт остается фактом Резолюция 1995 года не выполняется, что усложняет функционирование Дняаа Если удастся разрядить обстановку вокруг проблематики зоны, свободная тому на Ближнем Востоке, то Дняаа станет функционировать легче Но вопрос о зоне в подвисшем состоянии уже 25 лет, и катастрофы не случилось Что может произойти? Все может быть Когда договор подвергается жесточайшей критике на конференциях по обзору его действия, это плохо Скажем, на последней обзорной конференции Дняаа в 2015 году как раз из-за отсутствия всякого прогресса по Ближнему Востоку Публично звучали фразы о том, что присоединение той или иной страны к Дняаа было большой ошибкой И что на Ближнем Востоке грядет гонка ядерных вооружений В реальной жизни до развития событий по такому сценарию, конечно, далеко, но то, что такие мысли озвучиваются публично, не может не тревожить Ряд стран, прежде всего Израиль и поддерживающие его США, намерены бойкотировать конференцию Как вы оцениваете их позицию? Думаю, что их позиция плохо просчитана В тексте решений Генеральной Ассамблеи о необходимости созвать конференцию 18-22 ноября Твердый знак, нет даже намека на то, что Израилю кто-то чего-то хочет навязать Вопреки тому, что говорят израильские и американские дипломаты Ничего такого там нет Резолюция предусматривает созыв конференции и приглашает все страны региона Включая, естественно, Иран, Израиль, принять участие в мероприятии Это протянутая рука, приглашение к переговорам При этом арабские страны фактически дали Израилю право вето Все субстантивное решение предлагается принимать только на основе консенсуса Участвуя в этом процессе, Израиль мог бы фактически контролировать и останавливать неприятные для него моменты В отсутствие израильтян на конференции другие будут решать, что включать в договор О создании на Ближнем Востоке зоны, свободной атому, твердый знак, и в каком виде Сомневаюсь, что это отвечает интересам Израиля Участие в конференции дало бы израильским коллегам возможности поднимать и другие вопросы, связанные с безопасностью Диалог всегда лучше, чем отсутствие такового Как Россию призвали перестать разоружаться и снова начать бороться за мир Может быть, Израиль тянет через год или два и изменит свою позицию Насколько я понимаю, процесс разработки договора по зоне будет достаточно продолжительным Решение Генеральной Ассамблеи предусматривает, что будут проводиться ежегодные сессии Первая состоится вот сейчас И так каждый год, пока не завершится разработка соответствующего договора Это может продлиться не один год Если говорить о ядерной составляющей оружия массового уничтожения То в регионе такой арсенал есть только у Израиля При этом он этого факта не признает и не является членом дня Не говоря уже о том, чтобы договариваться об уничтожении своих вооружений Не обречена ли заранее затея создать на Ближнем Востоке зону, свободную атому? Без участия Израиля конференция и все дискуссии на эту тему, конечно, будут в значительной степени обесценены Но ценность иметь они все равно будут Это процесс, который создает определенную среду И я не могу уверенно сказать, что Израиль никогда не примет участия в этом процессе Ранее, в подготовительных, твердый знак, встречах в Глеоне и Женеве Он участие принимал и видел в них смысл Они проходили в закрытом формате Они были неофициальными, без флага ООН Сам факт участия израильтян в этих встречах и то, что они обозначали свои приоритеты Означает, что такой диалог может представлять для них определенную ценность А для России каково значение открывающейся конференции? Во-первых, мы обязались в 1995 году содействовать достижению этой цели Создание на Ближнем Востоке зоны, свободной атому, твердый знак На нас вместе с американцами и англичанами лежит особая ответственность Как Россия возвращает утраченные позиции в арабских странах? Во-вторых, создание такой зоны стало бы существенным вкладом в укрепление режима ядерного нераспространения Что отвечает национальным интересам России Если процесс сдвинется с мертвой точки и приобретет позитивную динамику И если он, более того, завершится практическим результатом в виде готового к подписанию проекта договора Это станет важным достижением Ну и в-третьих, наша честная и открытая позиция по вопросу о создании такой зоны Укрепляет репутацию России на Ближнем Востоке При этом мы не ссоримся с Израилем У нас нет с израильтянами острых дискуссий по этому вопросу Они понимают, что мы выступаем таким образом именно потому Что мы являемся гарантами договоренности 1995 года И заботимся о ядерном нераспространении Продолжение следует...